Отец Алексей Сидоренко Как Вы будете нести им пасхальную радость? Прежде всего я хотел бы приветствовать всех, кто сегодня с нами, пасхальным радостным приветствием Христос Воскресе. Пожелать благополучия, мира душевного, чтобы все было благополучно, чтобы люди были терпимы друг к другу. Что касается нашего служения, то действительно каждую пасху, каждый крупный праздник мы здесь из Тобольской духовной семинарии, преподаватели, студенты отбываем на приходы нашей обширной епархии. Так вот и в этом году наши преподаватели отправились в приходы Березово, Игрим, Покачи, Излучинск, Нижневартовск на помощь там священнику, Сургут. Дело в том, что наша семинария это крупные духовные образовательные учреждения здесь за Уралом. Поэтому, когда студенты выезжают туда с миссионерской поездкой, они приобретают навыки, прежде всего, миссионерского служения, знакомятся с жизнью приходов. Ну и кроме того, это сплачивает нашу епархию обширную, сплачивает как единый духовный организм. Тобольск это крупнейший богословский духовно-образовательный центр здесь за Уралом вплоть до Тихого океана. Вот, поэтому мы, мир наших сил, стараемся, чтобы все уголки нашей обширной области были просвещены светом Христовой веры. Ну, подходит к концу трансляция пасхального богослужения, то время, которое отпущено нам во время невещания. Самое короткое, напутственное слово телезрителям, прихожанам. Я хотел бы пожелать, прежде всего, мира душевного, чтобы люди действительно обрели радость пасхальную в своих сердцах, были терпимы друг к другу бы. А для того, почаще бы всматривались свои души, прежде всего. И тогда Господь благословит, все бы у нас устраивалось в обществе мирно и по духу христианской любви. Вот этого я бы хотел пожелать нашим жителям нашей обширной области и всем верным чадам Русской Православной Церкви. Ну и на всю светлую седмицу православные христиане могут приветствовать друг друга в области. Не только на эту светлую седмицу, а вплоть до отдания Пасхи, на 40 дней мы приветствуем друг друга всерадостным приветствием Христос Воскресе, воистину Воскресе. Подходит к концу время, отведенное нам в эфире. И хотелось бы сказать, что сейчас в Софийско-Успенском соборе будет отслужена Божественная Литургия, после которой все верующие люди поспешат к себе домой на праздничную пасхальную трапезу, на праздничное разговение. После этого еще целую неделю они будут ходить друг к другу в гости, приветствовать друг друга тем светлым пасхальным возгласом, совершать крестные ходы, посещая храмы. И еще 40 дней до самого отдания Пасхи будут говорить друг к другу Христос Воскресе, воистину Воскресе. Христос Воскресе Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.